всем привет меня зовут станислав рад видеть вас на канале лестово давненько я чего-то ничего не выпускал наверстываем упущено сразу скажу как и раньше ролики часто выпускать я не смогу у меня просто на это нет времени я решил плотно заняться профильным каналом покажемному ремеслу и поэтому на лайв канал времени будет уделяться меньше есть у меня вот такая светодиодная палка yungnow yungnow 360 вещь классная и я ее использую для того чтобы подсветить фон по крайней мере мне бы так хотелось но как оказалось что маленького аккумулятора который у меня есть у меня есть стандартный такой маленький нпф от зеркального фотоаппарата она его высаживают просто не глядя а на большие аккумуляторы я пока не готов потратиться если у меня будут какие-то коммерческие задачи я обязательно их куплю но сейчас нет я решил пойти по пути наименьшего сопротивления купил вот такой вот блок питания за три сотни рублей и вот такой вот провод на сдачу я хочу сделать так чтобы здесь в студии вот в этих импровизированных условиях можно было снимать так как есть воткнул в розетку поставил на палку и все окей поэтому задача такая что просто нарастить палки кстати у меня у таких 2 поэтому мне надо сделать два удлинителя но начну я пожалуй сначала с одного сделать 2 никогда не проблема это не сложно это не долго тут проблемы не возникнет главное начать в общем приступим мы со следующего я зачищу концы у провода разрежу вот это вот сидела и будем паять я выбрал метод соединения пайка потому что я считаю что здесь это оптимально по идее конечно можно и скрутить или еще как-то но вот я решил так решил значит решил начинаем есть у меня вот такой вот хитрый инструмент я наверно как-то показывал его в каком-нибудь из прошлых роликов в самом начале канала в общем этот инструмент позволяет делать вот эти вот все зачистные операции крайне быстро вы только посмотрите как легко это все дело происходит хоп хоп и уся здесь чисто с другой стороны режем вот это вот сидела я порежу пожалуй где-нибудь вот здесь очень важный момент я сейчас скажу на это обязательно надо обратить внимание вообще для чего я снимаю этот ролик это некое такое введение в электрику но мало ли кому-то что-то надо по хозяйству сделать своими руками я вообще своими руками хозяйству делаю все смотрите здесь два провода и здесь два провода когда я их буду соединять обязательно надо соблюсти полярность потому что здесь не плюс и минус ну точнее не фазой 0 не переменный только постоянный поэтому если я буду подключать синий кабель к черному на этом конце то есть другой стороны обязательно надо сделать именно так же и никак иначе в противном случае вот печаль печально далее нам надо все это дело начать собирать у меня есть паяльничек паяльничек слабенький не знаю вот наверно на 25 на 30 в общем малышка и провода здесь у меня тоже слабенький поэтому самое она паяльник поставили греться проводки здесь чистая но можно немножечко пройти щеткой металлической щеткой для того чтобы снять окислы и пайка проходила более легко паяльник вроде бы разогрелся сейчас надо залудить контакты у меня есть вот такой вот жидкий раствор канифоли ему уже очень много лет достаю его раз в год в такой день как сегодня поэтому открывание этой баночки занимает целую вечность но сегодня прошло быстро я запасы инструментом я знал что меня ждет капелька канифоли немножечко припоя ну вот длинный провод я залудил теперь надо подготовить мелочевку зачищаем с одной стороны и с другой стороны капелька канифоли и туда и сюда паяльник припой и залудили на тоненькие поводочки резонно что припоя уходит намного меньше вот здесь немножечко добавить не хватило ну еще и красота далее надо соединить и вот сейчас мы возьмем за правило что у нас синий будет красным а остальное с остальным вот и все значит есть у меня вот такая вот штука 3 рука да она называться правильно я не знаю я ее купил еще давным-давно в хозяйстве все пригодится вот все и пригождается закреплю два провода больше уже канифоли сюда капать нет необходимости я все залудил припой к припою прилепится намертво значит помним да синий с красным оставшиеся как получится оп все огонь первый есть все там крокодильщики хорошо но блин он прокусывает изоляцию это косяк вам тогда более щадящими способами вот так вот закрепить в пайке очень важно хорошо прогреть как и сварки так это готово теперь вот эту это попробуем с другой стороны зажму в крокодил вот эту часть эту буду паять помним да синий с красным остальное как получится тяжело мне даются вот эти все ювелирные работы но я понимаю что кроме меня это все равно никто не сделает по крайней мере вот в контексте этой задачи вот я все это дело собрал и сейчас надо проверить работает ли оно или не нет очень важно следить за тем чтобы ничего не перекрутилась провода оголенная в лучшем случае чего-нибудь произойдет а в худшем там вообще печаль может случиться вуаля лампочка загорелась будем заматывать изолентой моя новая камера как не всегда жрет батарейки только начал работать и уже следующее подавай надо как-то будет ее подружить с повербанкой ну ладно батареек у меня четыре штуки так что все будет окей изолента у меня вот такая матерчатая я не знаю она мне почему-то нравится у меня еще есть классическая синяя вот я не знаю почему мне вот нравится вот и все вообще нормально это парни все это делают термоусадкой я даже скажу что синий изолентой и мотать удобнее но это потому что вот это у меня наверно старенькая для таких-то целей явно пойдет этот провод у меня не будет испытывать больших нагрузок он чисто вот под этот светильник потом когда мне понадобится сразу два светильника я конечно же его разрежу посередке и соберу еще но когда мне это понадобится лишь его знают один светильничок мне уже нужен прямо сейчас красоту захочется навести кстати у меня есть еще такие студийные прожектора и я купил гелевые фильтры с алиэкспресса они в теории должны даже поинтереснее быть для заливки фона но вот эта палка с длинным шнуром переносочкой она должна меня часто выручать на выезде потому что она все-таки rgb и она прям топчик еще два раза пройдемся да по богатому вот сейчас вот первый слой с нее сошел и она стала прям липкая-липкая это видимо снаружи она ну подустала под под засохла чутка вот первая часть готова она еще потом вся слипнется между собой и вот вообще с это красиво теперь вторую часть да определенно я смотал с нее верхний слой и стала очень хорошо липнуть что еще раз доказывает срок годности есть у всего даже у изоленты меня очень даже заинтересовал еще момент что а сколько у нее срок годности в намотанном виде не начнет ли она расслаиваться ведь этот провод у меня даже нагреваться не будет здесь слабо . здесь будет только вот этот светильничек а сколько он потребляет там 50 60 ватт ну как бы ни о чем даже он не 60 ватт 40 я посмотрю по спецификации ради интереса или может на нем чего написано ну да ладно надо просто замотать и протестить как это все будет таких полевых домашних условиях так это замотал и теперь общий все готово приступаем к испытаниям вот друзья все стало намного интереснее смотрите сзади у меня появился небольшой красивый ореол да сейчас это все не раскрываться в полной мере у меня темный объектив диафрагма сейчас вообще 5 и 6 сверху светит слишком ярко там слишком слабо надо выравнивать на запасаться андофильтрами но согласитесь это уже что-то да мне это нравится в общем друзья это был небольшой такой вечер в пайке ставьте палец вверх подписывайтесь на канал и до скорых встреч а а а Субтитры сделал DimaTorzok